Всем большой и пламенный привет! Сегодня монтирую систему капельного полива без дополнительных вложений, простым, без насосным, без подъема бочки способом, методом заполнения взаимосообщающихся сосудов. Здесь не нужно финансовых вложений, только физические знания. Итак, вот у нас набор. А вообще можно обойтись только шлангом и поливочной лентой. Но можно и усложнить процесс, внедрив переходники, чтобы система была более удобная и инновационная. Сейчас я вам все это покажу. Я уже сформировала огуречные грядки. Полив будет для огурцов. И на первом этапе мы размечаем схему распределения лент капельного полива и разветвления по каждой грядке. На нужном расстоянии я ленту отрезаю. Чтобы у нас отсюда не вытекала вода и все было герметично, я отрезаю еще вот такой кусочек. Несколько раз оборачиваю, фиксирую вот этим отрезанным кусочком, этой отрезанной частью. Удобнее будет это делать, если мы вот так немножко пригнем нашу конструкцию и далее наденем. Все, фиксатор готов. Теперь мы обязательно убеждаемся, чтобы отверстия шли по направлению вверх. Это важно, так как отсюда будет сочиться капельки воды. Поливочные ленты распределены. Теперь необходимо их соединить с основным шлангом. И начинать стыковку я буду с конца, потому что так будет удобнее распределить и длину, и все остальные крепежи до бочки. То есть начинаем с конца. Стыковать капельную ленту и шланг я буду при помощи соединительных ребристых штуцер. Вот здесь у меня угловой. Требуется продеть его в шланг, аккуратно накручивая до упора, насколько позволит эта женская сила. Так, и теперь то же самое я сделаю с капельной лентой, чтобы она максимально плотно вошла, чтобы под давлением не выбила часть ленты. Вот таким образом будем стыковать и дальше. У нас следующая развилка, и нам для нее потребуется вот такой тройной соединительный штуцер. Итак, выглядеть это будет вот так. Сейчас мы все сделаем. Отсекаю шланг. Аккуратно. И теперь вставлю в оба разреза, аккуратно, наверное, вот так. Максимально плотно, насколько у вас это получается. Вот эти переходники, они универсальны для различных диаметров. Так, и теперь мы стыкуем ленту. Вот видите, диаметр меньше и больше, в зависимости от диаметра вашего шланга и поливочной ленты. Вот так происходит монтаж. Если вы не уверены в качестве стыка и боитесь, что вдруг может выбить ленту, то можно обмотать эту область изолентой или использовать стяжку. Итак, ленты с основным шлангом у нас все соединены. Теперь остается подключить кран. Для безопасности мы обязательно будем использовать крану специальную сетку для того, чтобы задерживать ненужные осадки, скажем так, которые могут туда попасть. Итак, вставляем уплотнитель. Теперь сетку. Наверное, вот так. Вот так. И фиксируем. Кран. Так, у нас там сеточка внутри. Да. И здесь еще одна сеточка внутри. Кран у нас открывается, закрывается, так что вы в любой момент можете контролировать полив. Это очень удобно. Итак, стыковка будет по той же схеме. Отрезаем, вставляем. Здесь у нас даже, как видите, три варианта диаметра соединений. Вся эта система у меня будет закамуфлирована в клубнике. Так сказать, скрыта от лишних глаз. Но я-то точно буду знать, где у меня что, чтобы не бросалось в глаза. Итак, все готово. Теперь еще одна система фильтрации у меня будет предусмотрена на конце шланга, который будет опускаться в бочку. Так как там может быть взвесь, всякие водоросли и все, что нам не нужно. Я для этого использовать буду простые подручные методы. Это марля, свернутая в четыре слоя. Я ее просто оборачиваю. Беру резинку и вот таким образом у нас получается фильтр. Легко можно будет промыть и в целом не переживать за то, что у нас там что-то загрязнится. Не так. Три системы очистки. Самодельная и два сеточных фильтра. Ну что, приступаем к монтажу и дальше. Итак, шланг у нас пришел к бочке. Чтобы запустить капельный полив и вообще всю эту систему, мы опускаем на дно полностью шланг. До конца, чтобы он наполнился водой. Все, ждем. Итак, достаем шланг немного. Теперь его перегибаем. Опрокидываем. Упрокидываем. Итак, отпускаю. Чтобы запустить воду. Ага, вода пошла, слышите? Все. Опускаем вниз. И процесс пошел. Пошел. Ура. Первые капельки пошли. Здорово. Ленты постепенно заполняются и полив идет. Как раз таки система в действии благодаря заполнению взаимосообщающихся сосудов. Итак, посмотрите, капельки у нас пошли. Также хочу обратить ваше внимание на то, что если у вас будет больше шести, больше даже пяти капельных лент в связке, в соединении, то и при этом бочка будет 170, в общем не больше 170 литров, то давление просто-напросто на все ленты может не хватить. Поэтому имейте это в виду, и тогда придется подключать либо бурить дно бочки, либо придется подключать насос. Поэтому имейте в виду, если больше пяти у вас лент, то давление таким образом может не хватить. Ну вот, как вы видите, у меня все очень красиво, отлично работает на протяжении, вот на первом уровне. И, как я уже показала вам, вот это самая крайняя, последняя ветка. И вот окончание ее, и мы видим, что капелька работает точно так же и здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Ну что ж, отлично, посмотрим, насколько высосет вся эта система до конца бочку, и я вам тогда это покажу. Прошли сутки, посмотрим, ну так прилично у нас осталось в бочке и воды, где-то 1 четвертая часть, поэтому хорошо идет. Капельный полив еще работает, значит, процесс прекрасно функционирует. Вот такие новости, обновления. И, как вы видите, никаких заморочек, и если потребуется, вы можете вмонтировать таймер для полива, ну как вам будет угодно. Смотрите, у меня уже голубичка набирает, вот только вроде цвела, а уже набирает вкусняшку, и поэтому у меня здесь тоже для нее приготовлен капельный полив. Так что пусть лакомится, и воды будет больше для того, чтобы напитывать ягодки влагой. А я желаю вам изобильного урожая, с удовольствием проведенного времени в саду и удовольствия от полива, который вы делегировали капельному поливу и этой системе.